Понятно, что министр внутренних дел в некотором смысле это более влиятельная фигура, чем премьер-министр, поскольку у него просто больше подчиненных вооруженных, чем у премьер-министров. Поэтому он, это значительная величина, но тем не менее, конечно, ничего вечного не бывает. Тут говорили сейчас о квотном принципе, это совершенно правильно. Я бы это добавил. Он у нас не столько уже квотный, он квотный по формированию. А дальше все наше правительство, и не только правительство, превращается в такое сборище групп разных. Это уже даже, понимаете, не партии в чистом виде. Мы же не можем сказать, что это политические партии, какие они должны быть. Это группы по интересам. По финансовым, по политическим, еще каким-то. Это перерастает в клановый принцип. Кланы, группы, да. Как хотите так называйте, но суть одна. Это люди, которые связаны одним каким-то делом. Ну, называйте Коза Нос, называйте. Неважно как. Наше дело, ваше дело. Но дело в том, что это действительно проблема, потому что они очень озабочены именно этим, сохранением группы. Вот как бы, вы про Врадиевку сегодня говорили, вот как, по идее, зная опыт Врадиевки и всех остальных, как должно было действовать МВД. Да, конечно, все показать. Да, конечно, по возможности. Понятное дело, что есть тайна следствия. Конечно, быть каждый день выходить на брифинг. Конечно, быть предельно открытыми. Конечно, тех людей, которые, не прикрывая никого, даже если это свои. Это неважно, свой, не свой. Вы должны показать, что, ребята, мы заинтересованы в том, чтобы раскрыть преступление как можно быстрее. И тогда, независимо от того, еще раз, кто к какой группе относится, тогда бы люди повеяли. Поскольку они все играют в политтехнологии, как я понимаю, там очень много технологов и очень много советников информационных. И они всячески советуют, каким образом надо те или иные процессы закрывать, скрывать, что в Фейсбуке написать, когда написать. Они так заигрались в этой истории, что забыли очень простые вещи, что надо просто искренним быть, простым и понятным людям. И тогда люди потянутся. Не надо разрабатывать четырехступенчатые технологии. Я сейчас не про квартиру Азарова, хотя, бог его знает, что там.